всем добрый день мои дорогие добро пожаловать ко мне домой я всем вам очень рада меня зовут ирина и я рассказываю о цветах о цветах в интерьере в комментариях писали что я давно не выкладывала видео просили побольше я действительно если предлагала к вашему вниманию то небольшие какие-то секундные ролики шортов поэтому вот исправляюсь хочу показать небольшой обзор а новинок у меня практически нет очень мало но есть покупочка на авито который греет меня я расскажу вам о ней темно правда темно не хотел даже снимать из-за погоды на лампа у меня временно отсутствует а свет вот сейчас вот секунду потрясу потрясу вас вот сейчас попробую включить вот видите вот такая вот морская рябь пошла поэтому ну давайте в темноте у меня как вы помните если не помните самодельные столы но мне хочется приблизиться немножко к старой викторианской оранжере я себе так лично представляю что должны быть старые английские стала и в этом колониальном стиле вот у меня есть вот такой вот круглый стол со временем почему-то столешница мало сохраняется а подстолье вот такие ноги продолжать жить хоть и в потрепанном состоянии я это стол очень люблю у меня здесь вот почти самодельные наполовину самодельные наполовину приобретены в секонд-хэндах скажете старые но это для тех кто меня давно не было не вообще не видел вот напоминаю вот со стеклярусом со старым бархатом но и самодельными кистями второй стол у меня это тоже сделан из подстолья скорее всего это даже не стол а вот такой вот я вот здесь вот соорудила штуку вертикальной вот видите в несколько ярусов расположил цветы здесь еще лучше ноги сейчас если видно в темноте мне даже нравится что это вот все такое со следами вековых наложений красок здесь вот такой подстолье скорее всего это было даже не трильяж наверное какой-то тремон он наверное для бадуарного столика женского с какими-то склянками с духами и самодельная мы здесь вот сделали столешницу и не состарили не украсили поэтому я прикрыла вот таким вот аля пледом ну как мне кажется по цвету по крайней мере хорошо сочетающиеся почему-то оттеночки на видео разные а на самом деле они очень похожи вот горшки и пледа да еще мой любимый стол вот с такими вот почти что рояльными ногами от старого стола я думаю даже советских наверно времен может быть чуть ранее и вот это все из столешниц сделано к чему я все да вот это вот у меня новинка подарили мне такую мелочь под старину брызгать цветы но вот эта штука металлическая она была полностью хромированная сестра мне фотки скидывает простите сейчас немножко а вот я покрыл черной краской акриловой потом бронзовой чуть-чуть надо было побольше на бронзы и якобы вот эта бронза окислилась такой вот голубоватенькой вот мне кажется вполне вот это все с моими штуками со всеми сочетается только здесь вот я вот эту вот потяну наверное переборщила а здесь ее надо доделать ну это поправим а теперь новинка к чему я так долго вам про эти ноги рассказываю я на авито увидела ноги я влюбилась сразу кстати это не часто мы их предлагают к продаже чаще всего это какие-то полностью столы страшные за очень приличные деньги ног сразу говорю четыре я просто две положила сюда и вот такой вот ну может быть это навершие называется может быть я ошибаюсь покупаю продавец мне сказал что это вот внизу там вот где где вот эти ноги соединялись у того стола который был у него он должен сохранился сохранить столько ноги то есть это должно вот там где-то было крепиться я мечтаю соорудить что-то типа вот такого стала только конечно гораздо меньше так как и ноги здесь вполне изящные мне везет на продавцов вообще везет люди на людей по жизни вот этот вот михаил говорит где вы раньше были я уезжаю продавец воронеж приеду к субботу я буду я подожду вы только ноги никому не продавать он сказал ноги ваши ну и прошла суббота и воскресенье я почему-то так сразу решила что он просто задержался в этом воронеже он мне написал сам что он приехал и оказывается на авито по моему 8 что человек уже срочно хотел купить эти ноги представляете как это все стало требуя пользоваться спросом как много желающих я думаю но не много таких любителей вот такого ну грубо говоря старья да стоило это все ну то есть вот эти вот пять вещей до четыре ноги и вот эта штука я все помыла поскребла даже антижиром прошлась чтобы вот так вот смело сейчас положить на кровати вам показать то есть очень много стало таких любителей старины готовых вот таких вот старых столов наделать но может быть не для дома для дачи я вот видите этот стол принесла себе из коридора вот сюда дом чем там стоит без дела но как сказать любоваться на него нельзя проходишь мимо и все а здесь я все-таки провожу достаточно много времени так как у меня бессонница и я на кровати часто вот или в телефоне сами знаете или вот просто тип типа вот мой телевизор вот моя картинка единственное что я вот иногда буду отворачиваю немножко так как ну знаете у меня сейчас секунду как будто смотрит и спать мешает но это чисто мои такие знаете таракана что еще не косметок садится бугенвили зацвели сумки как-то говорила хочу бугенвильский сад себе развести ну правильно говорит сад буги из бугенвили конечно так вот у меня есть махровые сорта есть не махровые вот вот это всем рекомендую сорт я рекомендую не знаю название потому что у меня он проходит как от люси люси мне подарила от росточек и вот так вот он на мой взгляд шикарно цветет это все махровые вещи хотя нету наверно не махровым просто очень яркий а вот это махровые вот к чему хочу сказать что есть простые сорта есть махровые одновременно со всеми этими то есть я стараюсь когда они отцветут такая торопыка все подряд хочу сказать я конечно вот это срезаю потом я беру вот так черенки я их сажаю их подсаживаю стараясь по несколько штук в горшочке все что меня наросло это вот так вот не серьезно но есть у меня самый простейший сорт вот такой вот нежно-сиреневым очень таким интеллигентным цветом ну как видите вот совсем не махра вот такие вот колокольчики так вот внимание вместе с ними это было произвели куплено одного размера так сказать дети вот смотрите это первый экземпляр а сейчас внимание тадам здесь два горшка один вот такой поменьше вот он я сейчас отойду чтобы масштабность было видно вы не поверьте они одногодки все то ли я неправильно что-то с теми делаю то ли этот очень мягко говоря неприхотлив почему я показывала так потому что это вот под потолок вот я не срезаем все ждала вот он там вот видите вот вот это толстая такая штука вот она крепкая я не знаю когда он зацветет но обещал если будет даже весной то я готов подождать и еще клеродендром госпожи томпсон как правильно говорить я понимаю что это неправильно я понимаю что его надо резать но я тоже решила думать и ну-ка я его вот он там стоит на полу на полу даже не на подставке их там три или четыре штуки вот это все вот 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 это все так вот так и вот так вот если вам видно он упирается в потолок но теперь уже зачем я сейчас их буду резать потому что конечно я их водичку ставлю шикарно укореняется корешки дает мгновенно но правда это должна быть весна и поэтому я думаю ну будь что будет но пускай вот так вытянулся по весне конечно порежем он прекрасно черенкуется прекрасно дает корни вот это один из детей вот смотрите вот давайте сейчас отойдем тоже зелени не видно вот я сажаю поставлю сейчас вот видите я сажаю по три и четыре черенка вот так вот сразу вытягивается резать надо конечно чтобы увидеть цветение потом то есть очень неприхотлив я поняла что у меня вот здесь так сказать ну в моей маленькой позвольте мне называть так оранжерейки или зимнем садике очень мало цветущих растений одна зелень скучновато и я решила хотя никогда не любила такой план цветы думаю куплю себе еще один клерадендром угандийский помните такими нежнятскими бабочками голубыми цветет вот этот тросчик как бы вас не обмануть рубли 400 я купила но уж больно мало правда мне кажется ну ладно я пересадила его вот этот стаканчик потому что он знаете как он был я даже не знаю сколько там грамм значит такие прозрачные мензурочки про малюсенькие такие стопочки вот он в ней был и вот еще новиночка у меня красандра голубая вот видите я по цветочным пошла еще купил один клерадендром по моему фейерверк но он у меня внизу там на подсветочки поэтому я надеюсь что когда-нибудь вот это все у меня заколосится под потолок как пойдет цвести ведь я готовлюсь к своей будущей оранжере я не знаю что получится мне или нет переселиться но мечтать нам никто не запрещал правда мне батарейка садится на телефоне с опять кто-нибудь позвонит мне кажется на сегодня достаточно уже спрашивайте что кому интересно обязательно расскажу уважаю вас дорогие цветоводы прижимая вас к своей пышной груди так поставим некоторых целую пока пока